Дорогие друзья, сегодня хочу я с вами поделиться одним замечательным рецептом народной медицины, который помогает от многих болезней. Настойка, которую я сегодня буду делать, ну в первую очередь, необходимо сейчас, вот в эту нашу зимнюю слякотную погоду, для лечения болезней, поражающих верхние дыхательные пути. То есть это при простудах, при кашле, при каких-то вирусных простудных заболеваниях. Но, кроме простуды, эта настойка повышает иммунитет организма, борется с общей слабостью, с упадком сил, с депрессией, с анемией. Также, если у кого проблемы с аппетитом или плохое пищеварение, заболевание печени или желчного пузыря и даже при онкологии. По поводу онкологии. У меня в свое время была такая проблема, и я проходила лечение и операцию проходила. И уже потом, в период реабилитации, врач моя лечащий сказала, что пейте вот такую настойку, она поднимет ваш иммунитет, она от большого количества других лекарств будет уберегать вашу печень и вообще повысит ваш общий тонус. С тех пор эта настойка всегда у меня в запасе. Какие три ингредиента входят в эту настойку? Это красное вино десертное. По классическому рецепту считается, что нужно брать когор, но я знаю, что можно любые другие десертные красные вина. И вот сейчас у меня, я вам даже скажу, мое домашнее вино из домашнего винограда. И пройдя весь процесс превращения сока винограда в вино, вот получилось такое вот десертное красное вино. Я его заменяю купленным когором, но это делаю лично я. Вы можете купить когор. Какой марочный или не марочный, я думаю, что это не имеет значения. Главное, чтобы вино было хорошее, красное и десертное, то есть немножко крепленное. Так, с вином мы разобрались. Второй ингредиент это мед. Ну мед сам по себе лекарственный. В нем есть и витамины, и органические кислоты, и минералы. Он обладает выраженным антибактериальным свойством. И мы знаем, что мед это фактически первое средство при гриппах и простудных заболеваниях. Он избавляет от боли в горле, спасает от кашля, повышает иммунитет человека. Какой брать мед? Ну, одним из самых лечебных считается весенний мед в начале цветения садов и мед с разнотравья. Но я вам скажу, что можно брать любой мед не темных сортов. Так он считается более лечебным. Можно брать как жидкий мед, так и засахаренный. Но засахаренным очень неудобно работать, поэтому я его предварительно на водяной бане растапливаю. Так, по поводу меда разобрались. Итак, теперь один из тоже самых главных ингредиентов этой настойки это сок алоэ. Где взять алоэ? Я его выращиваю на своем подоконнике, потому что считаю, что это растение, ну, можно сказать, самое-самое лечебное. Алоэ можно брать как вот алоэ вера, так и просто алоэ лекарственное. Как вот у меня, например. Считается, что нужно брать листья со стеблей старше трех лет. Да, желательно, но если, например, двухлетние и старших у меня нет, то я тоже их беру. Следующий момент. Алоэ желательно перед приготовлением этой настойки проферментировать, чтобы в нем выработались биологически активные вещества. Ну, как они и так есть в соке алоэ. Но когда мы еще проведем одну процедуру, то эти биологически активные вещества усилятся многократно. Для этого мы листья срезаем, ну, я обрываю, мою их, высушиваю и заворачиваю в темную ткань и кладу на нижнюю полку холодильника на две недели. Вот считается, что 12-14 дней достаточно для того, чтобы там, вот в этих листьях, многократно усилились активные вещества. Затем нарезаю алоэ кусочками, блендером взбиваю и через марлю процеживаю. Получается сок алоэ. Знаю, что некоторые советуют в такой настойке применять сок алоэ с мякотью. Ну, я все-таки считаю, что лучше отжать эту мякоть через марлю. Какие пропорции нужно брать? Существуют разные варианты, разные предложения, пропорции для такой настойки. Я всегда делаю классическую. Она представляет из себя соединение одной части алоэ, одной части меда и двух частей красного вина. То есть, если у нас бутылка вина на 700 где-то миллилитров, то нам сока нужно 350 миллилитров и меда тоже 350 миллилитров. Итак, соединяем все в удобной для нас какой-то банке, перемешиваем все это и ставим в холодильник. Выдерживаем такую настойку в холодильнике две недели, можно чуть меньше, до 10 дней, ежедневно взбалтывая. Как же принимать такую чудо-настойку? Три раза в день, за полчаса до еды по одной столовой ложке. Пить такую настойку можно в течение полутора-двух месяцев. Применяя эту настойку, вы укрепите свое здоровье, забудете про простуды и про другие недуги, которые могут случиться с каждым человеком. Делюсь с вами лучшими народными рецептами, простыми в изготовлении и эффективными. Этот рецепт известен очень давно, его еще моя мама знала, так что все, что проверено временем, то действительно работает. Всем вам желаю крепкого здоровья, всем пока-пока, всем удачи!